Что вижу я, играясь с котом? Что видит мой кот? Быть котом. Плюсы. Бесплатная еда, бесплатная квартира, пальцы как бобы, можно спать сколько влезет, можно спать где угодно, можно всё. У тебя есть когти, ты можешь больно поцарапать своих врагов, ты пушистый, ты всех привлекаешь к себе, ты можешь смешно дёргать ушами. Минусы. Тебе не стать котом. Да блин. Сом. Сомозванец. Терапевт, гигапевт, мегапевт, певт. Килопевта ещё пропустили, а ещё я бы посмотрел на микропевта. Тварь. А что делать, надо же как-то ёлку защищать. Если не можешь скрыть следы преступления, имитируй несчастный случай. Взял перерыв, чтобы сходить в ванную после пяти часов сборки этой головоломки. Вернулся и увидел это. Кто пишет, ядро, кот, сердце земли. А землетрясение, его мурлыканье. А если он сделает хоба, то всем кранты. Зачем я столько песен запомнил? Да, у меня частенько в памяти всплывают какие-то песни из начала двухтысячных. Силя повелась на картинку котлеток с пюрешкой. Не вкусно, обманщик. И где это ваша мышь? Это на Новый Год. Да, это мои кошки Силя и Пикси. А меня зовут Алексей Сова, всем привет. И сегодня у нас подборочка ваших мемов на сайте Мемозг. С тегом кота неделя. Как вы уже знаете, на нашем сайте memosg.ru мы запустили мем батлы. Они проходят следующим образом. Мы объявляем тему недели. На прошлой неделе темой были приколы с котами. Вы публикуете свои мемы на сайте Мемозг. И в конце недели авторы самых популярных записей получают награды на сайте. А я делаю видео из ваших лучших мемасов. Темой этой недели будет, конечно же, Новый Год. Переходите на сайт memosg.ru по ссылке в описании. И публикуйте свои приколы про Новый Год с тегом 2024. И возможно, именно ваш мем попадет в подборку новогодних приколов на следующей неделе. Ну а сейчас давайте смотреть лучшие записи прошлой кота недели. Хватит прислать мне голосовые, когда я слушаю музыку. Так просто игнорируй их. Опять друзья свою музыку скинули. Особая глава в истории искусства. Геракл пытается дать своему коту таблетки. Таблица кошачьих элементов. Мракобесий, кусий, какий, драний, щёчий, жмякий, шуршаний, лизий, тыгдыкий. Жажда движения отсутствует. Мы рождаемся с хихом, умираем с хахом. Остаётся только жить с хехом. Виктор Хюхо. Когда я пишу хе-хе, вот что я имею в виду. Игорь Борисович, я готова сдавать экзамен. Интуиция подсказывает мне, что у вас не получится. Почему, Игорь Борисович? Ну, во-первых, я Владимир Алексеевич. Когда врала всем про пушистую кость, но прозрачная лежанка расставила всё на свои места. Сейчас я помою этот пол и буду на нём рыдать. Зато на чистом. Я жалуюсь, что у меня нет денег. Мои девятнадцать посылок в пути на пункт выдачи. Да что ты говоришь? Пора спать, мне завтра рано смотреть на будильник с недовольным лицом. Когда водители маршруток встретились на светофоре. Привет. О, здорово. Зачем ты опять угнетаешь мой народ? Логика моих котов необъяснима. Ну, знаешь ли, там миски тоже не подписаны. Не знаю, подходит или нет, я запуталась в границах смешного и не смешного, потому что мне по душе художественные мемы. Будем знать. Художественные мемы это что? Это про рисование? Я случайно пинаю первоклассника. Ой, малой, прости, пожалуйста. Первоклассник. Видишь бицепс? Сейчас тащу. Мама, ты там не испачкался мороженым? Я. Нет. Так же я. Спорт. Это жизнь. Пролежи ее со всей силы. Хорошо сказано. Мяу, 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 мяу. Кто пишет? Про мать осуждаю. Валерий Альбертович, ну я же пришла на физкультуру, ну закройте мне пропуски. Люди без питомцев даже не представляют сколько времени они экономят на том, что им не нужно каждый день выяснять, кто самая маленькая булочка. Из отзывов. Вполне нормальная когтеточка. Коту подходит. Он с большим удовольствием дерет ее для пользы когтей. А для души он дерет диван. Таков путь. Но потому что котика надо приучать когтеточке. А как вы хотели? Вы думали просто поставите когтеточку и котик такой, о, когтеточка, это для того, чтобы точить когти. Буду теперь ходить туда точить когти, а не диван. Я вот не люблю таких хозяев котиков, которые, знаете, вот купят котику игрушку, например, вот эта вещулька на удочке такая, ей играться надо еще. И кинули куда-нибудь, и котик, играйся давай. Надо брать эту удочку, с котиком постоянно регулярно играться, показывать ему, что с ней делать. А по поводу когтеточек, например, котики, у которых мама приучена к когтеточке, они еще котятами видят, хороший пример, идут и точат когти на когтеточке. А если вы забрали котика в раннем возрасте, и у него нет такого опыта, то, конечно, надо его приучить, кому-то показать, объяснить. В общем, ладно, не буду занудничать, давайте дальше. Замышление лени, осуществление. Я сере, я рыже, я голоднее. Но почему все берут мемы с интернета? Что он вам сделал? Ну мы как берем мемы с интернета, мы так их и возвращаем в интернет. Круговорот мемов в природе соблюдается, не переживайте. Котенок. О, нифига, если б мне эта надпись, я б даже и не заметил. Ну, кстати, он так смотрит, как будто на него уже пару раз садились. Я извиняюсь, а как так получилось, что я чуть-чуть поспал и проспал все выходные? И теперь опять началась рабочая неделя. Весь класс списывает с телефона. Я тоже достаю телефон. Математичка. Сейчас двойки поставлю. Кошки всегда садятся на больное место. Пустая бутылка твоего пива, твоя зарплата, концовки твоих шуток. Ладно. Дышащие кроссовки в дождь становятся еще и пьющими. Безнаказанное чесание пузяки. Бедный котик. И награда за самый острый хвостик достается... Похоже, на рожок для мороженого. Моя цель в жизни выглядит такой же спокойной, как этот кот на падающей лазалке. Манки удивительный черный кот из США с клыками, как у Дракулы. Не хотел бы я получить кусь от такого. Когда в игре за разведчика спадает маскировка. Михалыч, нас раскрыли. Почем жвачки порублю? Че, реально можно? Ну, когда я Пикси предлагаю какую-нибудь еду, она тоже так смотрит подозрительно. Может, ты меня хочешь отравить? А Сили, что не дай, она такая... Буду. Матерь божья, это же Диснейленд. Локальный мем. Взрослая жизнь, это когда в супермаркете у дома у тебя появляется нелюбимый кассир. Ну, во взрослой жизни у тебя появляется много нелюбимых людей. Когда у тебя болит нога, ты бьёшь по ней со всей силой, и она проходит. Здоровье плюс сто. Ну и кто теперь друг человека? Ну, не у всех такие коты. Когда ты на видеозвонке с друзьями, но остался один процент... Блин, пацаны, пока... Ты вафля или котик? Одно другому не мешает. Я пятилетний, пою маме матерную частушку. Мама, папа, дед который научил. Лежит, стоит, сидит. А для чего? Когда резко просыпаешься посреди ночи от того, что обе твои личности наконец-то пришли к единому мнению. Пить. Что видим мы? Что видят коты? Жевательные колбаски. Хозяин, вот тебе косарь. И давай сделаем вид, как будто я не ссал в твои тапки. О, ништяк, теперь есть деньги на кастрацию. Когда очередной раз прошёл игру на сложности легко? Сто плюс раз. Зовите меня крутым, мяу. Учителя. Говори так со своими родителями. Родители. Говори так со своими друзьями. Друзья. Не говори с нами. Бабуля Муська. Я её не душу, я просто держу одеяло. Хорошо, что ты уточнил. Любой обычный кот, когда увидел дно в миске. Ем. Ещё ем. Сплю. Иду в туалет. Любой уважающий себя кот. Это я пытаюсь выглядеть очень-очень злым. Наташа, ты шампанское на Новый год купила? Да, уже пятый раз. О, хорошо, что ты пришла. Да, дерево потеряло сознание. Оно само упало, честно. Когда твой друг старше тебя, но ниже тебя. Чё ты рвешь? Я старше тебя. Когда не чешу твой животик на секунду дольше, чем положено. Ты куда? Иду рисовать. Непонятно, что ли. Хапи-хапи-хапи. Я не могу. Я когда вижу этого котика, у меня в голове играет эта песня. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт memosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы про Новый год с тегом 2024. И возможно именно ваш мем попадёт в подборку на следующей неделе. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик memosk вконтакте, и читайте нашу солёную книгу, которая называется «Привет, мир». И приобретайте наши крутые когтеточки, тачи и мурчи по ссылочке в описании. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова